В минувшую пятницу в Кашхабльский район с рабочим визитом прибыл начальник отдела растеневодства и земледелия Минсельхоза Адыгеи Эмма Абрегова. Свой объезд вместе с начальником управления сельского хозяйства Зауром Самуговым она начала с общества, ограниченной ответственностью Green Agro Адыгея, руководителем которого является Беслан Ямыков. В этом году Беслан Зауревич начал заниматься растеневодством. После ознакомления с мнением ученых-агрономов, садоводов Кубани и Адыгеи, приоритет ООО был отдан многолетним культурам, таких как земляника садовая, фундук и яблоки. На сегодняшний день обществом Green Agro Адыгея в Игнатьевском сельском поселении выращивается 3 гектара садовой земляники, 1 гектар орехов, фундук и 20 гектаров занимает яблоневый сад. Начальник отдела растеневодства и земледелия Эмма Абрегова отметила, что садоводческая программа предусматривает выплаты субсидий на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений. Отрадно отметить, что и наши садоводы попали под эту программу. Затем представитель Минсельхоза побывала на полях Вольнинского сельского поселения. Из-за ограда, выпавшего 16 июля, здесь пострадали поля пшеницы, кукурузы, сои и подсолнечника. Размер ущерба подсчитывается специалистами Управления сельского хозяйства. Здесь же Эмма Казбековна ознакомилась с ходом уборки озимой пшеницы в хозяйстве и ПКФХ Хаджирокова. Жатва здесь производилась на 182-гектарном поле. Пострадавшие колоссия дали небольшой урожай – 40 центнеров. В ведении фельмера находится еще 241 гектар пашни, засеянные пшеницей. Поля располагаются на территории Игнатьевского сельского поселения. Урожайность там достигает 50 центнеров. Цели приезда в Кашхабльский район были у нас три. Первый пункт, куда мы выезжали – это закладка сада. Кашхабльский район с этого года добавились в перечень тех, которые начали заниматься садоводством. Ну вот мы выезжали, смотрели закладку сада. Проверили закладку, дальше мы поехали на уборку, посмотреть, как идет в районе уборка. В принципе, Кашхабльский район на втором месте по урожайности после Красногвардейского. Ну, по темпам осталось здесь убрать чуть более 2000 гектаров. Урожайность выше среднереспубликанской. Ну, как я уже сказала, они на втором месте на текущую дату после Красногвардейского района. Ну и третье, третье менее приятное, конечно, мероприятие – это последствия паводков и градов. Вот мы посмотрели.